Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Наконец-то я снимаю долгожданное видео, но прежде всего долгожданное для меня, потому что я давно уже хочу вам показать, можно так сказать, похвастаться своими пряжными покупками. Девочки, это что-то невероятное! Вот как раз сейчас, перед тем, как снимать это видео, достала всю свою пряжу, все свои ниточки, разложила на столе. Оказывается, я столько всего накупила. Покупала я не за один раз в течение месяца. То одно мне захотелось, то другое. Но все ниточки очень красивые, цвета просто невероятные. И в основном это все хлопок. Не знаю, почему так получилось, потому что в принципе я не готовлюсь к какому-то летнему вязанию. Я знаю, что из хлопка вяжут в основном летние изделия, одежду. Но я не планирую вязать что-то себе из хлопка, я имею в виду из одежды. Давайте я буду показывать свои пряжные покупки. Рассмотрим этикетку, метраж, состав. Но состав я уже сказала, что в основном это хлопок. Обязательно скажу вам номер цвета, чтобы вы могли при желании себе такие ниточки купить, заказать. И заодно я буду рассказывать, что из этого планирую вязать. Хотя не из всей пряжи, которую я себе купила, могу точно сказать, что буду вязать. Но есть некоторые задумки. И еще одно маленькое уточнение. Сразу скажу, что это не реклама. Все эти ниточки, всю эту пряжу я покупала сама, за свои деньги. Поэтому я не буду вам говорить ни цены, ни название магазинов. И в этот раз, наверное, даже не буду оставлять ссылки. Потому что всю эту пряжу я покупала не за один раз, как я уже сказала. И возможно уже в этих магазинах этой пряжи нет. По этикеткам, по названию пряжи вы сами сможете забить в поисковике, в Яндексе или в любом другом браузере. Напишите название пряжи, метраж, номер цвета. И я думаю, без особого труда сами найдете эту пряжу. Определите, что вам больше подходит. У меня нет такого одного конкретного магазина, где я покупаю всю свою пряжу. Точно так же набираю в поисковике название пряжи, метраж, номер цвета. И мне выпадают ссылочки на разные магазины. Прохожу по этим ссылкам и уже выбираю, что мне больше подходит, что мне устраивает по цене и по доставке. Не всю пряжу я покупала в интернет-магазинах, некоторую покупала у себя в городе. Но у нас и выбор какой-то небольшой, и цены заоблачные. Гораздо дешевле мне все-таки заказывать и даже с доставкой мне будет дешевле. Если вы любите рассматривать пряжу и вообще такого рода видео, то оставайтесь со мной. Я вам покажу сегодня очень красивую пряжу. Я сама от нее просто в диком восторге. И честно скажу, мне даже жалко из нее вязать. Мне хочется пока на нее просто смотреть. На столе у меня такой красивый блокнот. Кстати, покупала его в фикс прайсе. Очень красиво он здесь смотрится. Положила просто так, для картинки. Такой рыжеволосый малыш. И знаете, я вам сегодня ниточки буду показывать тоже такие нежные. Весенне-летние, я бы сказала. Хотя будут и другие. Вот эту корзинку с ниточками вы у меня уже видели в одном из видео, где я вам показывала свои рукодельные покупки. Планировала показать и вот эти ниточки. Но видео получилось такое насыщенное, что я решила все-таки пряжу ниточки показать в другом видео. Давайте их рассмотрим. Что же тут у меня? Посмотрите, какие маленькие крошки. А, я не могу просто. Это пряжа, ализе, белла, батик. Дисижн, наверное. Покажу вам поближе этикетку. Это стопроцентный хлопок. 50 грамм, 180 метров. Посмотрите, какие цвета. Очень красиво. Номер цвета здесь четырехзначный. 3675. Такие приятные ниточки. Взяла два моточка, потому что здесь всего лишь 50 грамм. Что же из этих ниточек я хотела вязать? Изначально я планировала вязать из них салфетки. Наподобие той, что вы видите у меня на столе. Правда, эта салфетка связана из ириса. И я уже ее вам показывала. Поэтому останавливаться на этой салфетке не буду. Я решила попробовать вот такие ниточки. С необычным окрашиванием. Интересные переходы цветов. И связать из этих ниточек салфетки. Моточки маленькие, 50 граммовые. Поэтому одного не хватит. И судя по тем салфеткам, что я уже вязала, Наверное, даже двух не хватит. Но, наверное, буду выбирать просто такие салфетки небольшие. Я пока из них не вижу никакой конкретной салфетки. Увидела такие красивые цвета, решила купить. Такие крошечки. Еще одна малютка. Все та же пряжа. Ализабелла Ботик. Вот эти моточки, это все это же пряжа. 100% хлопок. Тот же самый метраж. Да, тот же самый. Хотя такой моточек как-то поменьше смотрится. Ну, видимо, так скрутили. Посмотрите, какие цвета. Какое буйство красок. Номер цвета 4151. Почему один моток? Да потому, что он был один в магазине. Вряд ли мне хватит на салфетку. И знаете, я уже из одного моточка, но только не из этого, попробовала связать салфетку. И поняла, что вот такие частые переходы цветов не очень для этого подходят. Очень красивые такие летние цвета. Так, номер цвета я сказала. Вот такая малышка. Еще один моточек. Немножко растрепанный. Тоже очень красивые такие нежные цвета. Я бы сказала, весенние. И когда я увидела этот моточек в магазине, подумала, что мне нужна такая весенняя салфеточка. Номер цвета 2131. Купила один моток, видимо, больше не было. Но очень красивые такие переходы, цвета. Мне нравится, что здесь не очень много цветов. Белый, желтый и переход такой светло-зеленый. Вот такой моточек. Сначала мне показались тоже цвета весенними, но нет. Это больше осенние тона. Номер цвета 5559. Взяла не один моточек, два. Второго нет, потому что из него я уже связала салфетку. И в одном из следующих своих видео обязательно вам покажу, что из этого у меня получилось. Вот такой малыш. Номер цвета 3677. Тоже очень люблю вот эти оттенки сиреневый, фиолетовый, лиловый. Один моток, видимо, тоже был в остатках. И вот эти два моточка тоже такой сиреневый и мятный. Как же я не могла не купить моточек мятных ниточек. Это уже просто Ализабелла, потому что здесь нет никаких переходов. Один тон. Сиреневый это номер 158, а мятный или светло-зеленый, кому как больше нравится, номер 465. Метраж точно такой же. 50 грамм, 180 метров. 100% хлопок. Конечно, очень красивые ниточки и приятные на ощупь. Не пробовала из таких ниток вязать игрушки. Может быть, тоже будет ничего. Например, связать какие-нибудь разноцветные волосы для куколки. Насчет игрушек пока не думала. В планах вязать небольшие салфетки. Также для салфеток я купила себе еще вот такие ниточки. Это пихорка, детский хлопок, детская серия. 330 метров, 100 грамм, 100% мерсеризованный хлопок. Я так понимаю, что вот эти ниточки даже еще больше подходят для вязания салфеток. Выбрала вот такой красивый голубой цвет. Называется льдинка номер 63. Наверное, одного моточка хватит на салфетку. Ну, конечно, смотря на какую. Взяла два моточка. И вот такой цвет. Зелененький. Тоже хочу связать весеннюю салфетку. Или летнюю. Цвет номер 65. Экзотика. Смотрю на камере, цвет передается достаточно точно. Как и вот такой голубой. Называется льдинка. Но я бы, наверное, его больше назвала ментоловый. Купила пока три моточка. Вот такие разноцветные клубочки. Это тоже 100% хлопок. Семеновская пряжа. Название пряжи вам покажу. Из этой пряжи я уже вязала. Связала себе салфетку. И даже не одну. Если вам интересно, то ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Можете посмотреть, какие красивые салфетки получаются из этой пряжи. Мне понравилось из нее вязать. И оказывается, столько разных цветов есть у этой пряжи. Вот эту пряжу я заказывала в интернет-магазине. А раньше, наверное, год назад, я купила три моточка такой пряжи. Она у меня лежала. Ждала, видимо, звездного часа. И дождалась того момента, когда мне захотелось вязать салфетки. Моточки 100 грамм. 430 метров. 100% хлопок. Ниточки подходят и для спиц, и для крючка. 2-2,5. Красивый такой цвет. Вот этот голубой называется Аква. Номер цвета 30493. Каждого цвета я взяла по два моточка, здесь выставила по одному. Вот такой бежевый. Хотя цвет называется песочный. Номер 30028. Насыщенный красный. Цвет называется гвоздика 30171. Вот из такого цвета я уже вязала салфетку. Я вам ее показывала. И в том видео она тоже есть. Если интересно, зайдите, посмотрите. Цвет называется фисташковый. Номер 310. Красивый цвет. Зеленый тоже один из самых моих любимых цветов. Хотя даже я не знаю, какой цвет мне не нравится. Наверное, я не очень люблю черный и коричневый. Вот такой красивый розовый. На камере он как-то передается поярче. На самом деле он поспокойнее. Красивый цвет. Хотя называется он ярко-розовый. Номер цвета 379. Номер цвета на этих ниточках пятизначный. Хочу и розовую салфетку. Вот такой, не знаю, лиловый, сиреневый. Очень нежный цвет. Красивый. Называется светлая фиалка. Номер цвета 3968. И из этих ниточек я уже связала салфетку. Покажу в другом видео. Очень красиво получилось. А в центре желтый. Я нашла такую красивую салфетку, которую хочу связать именно с желтыми ниточками. И мне так эта салфетка напомнила солнышко, что я подумала, что мне просто необходимо связать такую салфетку именно в желтом цвете. И между прочим, эту салфетку я уже вяжу. Обязательно вам покажу в одном из своих следующих видео. Не знаю, успею ли довязать до конца. Но в любом случае покажу, что у меня получилось уже связать на момент съемки этого видео. Я вам показала все цвета этих ниточек. Я имею ввиду те, что купила. Потому что там большая такая палитра разных цветов. Есть из чего выбрать. Я решила пока остановиться на этих. Хотя, конечно же, мне хотелось купить там все цвета. Впервые купила себе вот такие ниточки. Тоже. Alize Cotton Gold. Batik Decision. Надеюсь, правильно прочитала название. Если что, вы меня простите. 100 грамм 330 метров. И здесь уже не 100% хлопка, а всего лишь 55. 45% акрила. Честно скажу, пока не знаю, что из них буду вязать. Искала в магазине совсем другие ниточки. Их я покажу вам попозже. Но решила купить и эти. Как-то меня сейчас очень привлекают такие нитки с переходами от одного цвета к другому. Красиво, правда? Не знаю. Подскажите, что из этого можно связать? Точно не одежду. Для салфеток тоже не подойдет. Что-то декоративное. Какую-нибудь такую разноцветную игрушку. Не знаю. Подскажу вам номер цвета. 4146. А вот, наверное, название правильно. Cotton Gold Batik. На этикетке показана. Ажурная кофточка. Вот такой моточек. Здесь цвета такие спокойные. Нежные. Нежные. Номер цвета 6784. Приятные на ощупь ниточки. И вот такой. Более яркий, цветастый. Номер цвета 4530. Только на одной этикетке решили показать изделие из этих ниточек. Вот на этих ничего нет. Называется вяжите сами, фантазируйте сами. Но я думаю принцип, что из таких ниточек можно связать, вам понятен. Я давно уже за собой заметила, что не покупаю пряжу конкретно для какого-то проекта. Хотя, конечно, и такое бывает. Иногда вот просто вижу красивые ниточки. И все. Голову теряю. И покупаю. Решила взять всего лишь три моточка. Разумеется, там были и другие. Но вот эти мне понравились больше всего. Не тороплюсь придумывать, что мне вязать из этих ниточек. Просто захотелось их, знаете, так в руках подержать, посмотреть. Пусть они у меня пока полежат. А интересная идея, я думаю, ко мне все равно придет. Не сейчас, так потом точно. Я вам показала еще не все хлопковые ниточки. Просто решила самые красивые, самые невероятные, от которых я просто в диком восторге, показать в последнюю очередь. А сейчас покажу вам вот такие ниточки. Похожую пряжу я покупала. Покупала в фикс прайсе. И эту пряжу я покупала в фикс прайсе даже на этикетке. Написано, что это фикс прайс. Пряжа для ручного вязания. Детская серия. Посмотрите, какие цвета. Там был еще, по-моему, голубой. Но вот этот светло-желтый и вот такой нежный, лиловый. Разумеется, сразу подошла к прилавку. И положила себе по два моточка. И только потом уже, разглядывая состав, я очень удивилась. Я думала, что это, как обычно, акрил. Может, там немножко шерсти. А оказывается, что здесь 20% мериносовой шерсти. В моточке 40 грамм и 108 метров. Вот этот светло-желтый называется светлый лимон номер 64. А вот этот, называется он розовая сирень номер 29. Не сильно такой скрипучий. Наверное, можно связать какую-нибудь игрушку. Почему бы нет? Но мне почему-то захотелось вязать носочки. Да, здесь, конечно, состав не супер для носков. 80% акрила. Не знаю, подумаю. Ну, а теперь приступаем к самому интересному. Покажу вам разные красивые моточки. В данном случае флауэрс, но будут у меня еще и другие. И некоторые из них новинка. Ну, давайте по порядку. Вот такой красивый моточек. Серый, светло-серый. Белый или молочный, переходящий в зеленый. Из таких ниточек я уже вязала. Я вам показывала два бактуса или платок. Все по-разному их называют. Кто платок, кто бактус, кто шаль. Для меня это не принципиально. Я покупала мастер-класс. Там было указано, что это бактус. Поэтому называю бактусом. Выбрала вот такой цвет. Я уже не помню, на что я ориентировалась. Почему именно такой не захотелось. В этом моточке 250 грамм, 1000 метров, 55% хлопка, 45% полиакрила. Цвет номер 291. Одного такого моточка хватает, чтобы связать хороший бактус, платок. Мне хватало. Даже немножко оставалось. Вот такой яркий, сочный моточек пряжи. Ярнарт Флауэрс. Цвет номер 255. Нет, я не сошла с ума. Не собираюсь вязать себе такой пестрый бактус. Из таких ярких ниточек я хочу попробовать связать салфетку. Вот с такими переходами. Моточки 250 грамм. Хватит, наверное, на две большие салфетки. Удобно, что на этих моточках хвостик вот так помечен. Можно брать ниточку и с центра, а можно и сверху. Кому как больше нравится. Очень хочется, чтобы быстрее наступило лето. Смотрю на эти ниточки и представляю теплый летний солнечный день. Номер цвета, я вам сказала, 255. Вот такое буйство красок. Напоминает какой-то спелый фрукт в разрезе. Я не знаю, на эти нитки можно даже просто вот так смотреть. А вязать из них, девочки, это наслаждение. Номер цвета 277. Показываю вам моточки и совсем не говорю, что написано на этикетке. Здесь указано, что спицы подходят 2,5. Крючок номер 3. Хотя я свои баптусы, платки, вязала крючком 2,5. Но мне так было удобнее. Стирка при 40 градусов. Поближе покажу вам все значки. Для плечевого изделия нужно примерно 500 грамм. То есть 2 моточка. Но вязать что-то из одежды я из этих ниточек не планирую. Если бы у меня была дочка поменьше, наверняка бы связала ей какое-нибудь красивое платье. Но теперь она такое яркое не носит. Поэтому буду вязать платки, бактусы, салфетки. Или просто поставлю на полочку и буду любоваться. Еще один моточек Yarnart Flowers. Здесь уже цвета понежнее. Смотрите, какой красивый. Номер цвета 285. Номер цвета 285. Да, наверняка бы получилась красивая летняя маечка. Это не все моточки от Yarnart Flowers. Посмотрите на эту красоту. Это тоже пряжа Yarnart Flowers. Но здесь добавляется слово Moonlight. Лунный свет. Так, здесь немножко отличается. Здесь указано, что на плечевое изделие нужно примерно 520 грамм. Состав 53% хлопка, 43% полиакрила и 4% металлик полиэстер. Но это имеется ввиду вот этот люрекс. Очень красивое сочетание. И я обратила внимание, что я уже покупаю третий моточек пряжи вот с такими переходами. Из первого моточка такой расцветки я связала платок спицами. Из второго я связала бактус просто невероятной красоты. И решила купить еще вот такой мерцающий моточек. Возможно свяжу кому-нибудь на подарок. К Новому году или ко дню рождения там уже решу. Очень красиво. Номер цвета 3279. И здесь ниточка потолще. 260 грамм, 1000 метров. Вот если сравнить этикетки просто YarnArt Flowers и YarnArt Flowers Moonlight. Но из этих ниточек определенно буду вязать платок. Еще один моточек YarnArt Flowers Moonlight. Только с другими переходами. Здесь люрекс серебристый. А здесь он золотистый. Но к коричневому цвету больше подходит, конечно, золотистый люрекс. Переход бежевый, светлый, к зеленому. Красивое сочетание. Номер цвета 3272. Все то же самое на этикетке. Никаких отличий. Только номер цвета. YarnArt Flowers Moonlight купила два моточка. Тоже очень интересно посмотреть готовые изделия из такой пряжи. Но в моем случае это будет только платок. Надеюсь, что вы еще со мной. Потому что сейчас я вам покажу просто невероятной красоты пряжу. Пряжу, из-за которой я просто потеряла покой, пока ее не купила. Посмотрите на эту красоту. По внешнему виду напоминает YarnArt Flowers. Но не совсем так. Это тоже пряжа от YarnArt. Только называется Rose Garden. Садовая роза или роза из сада. Не знаю, как правильно переводится. Потянуло меня что-то на желтые цвета. Видимо, очень соскучилась по солнышку. Теплому солнышку. Давайте рассмотрим этикетку. Подходит крючок номер три. Спицы два с половиной. На изделие примерно 500 грамм. То есть два моточка. Здесь уже 100% хлопка. 250 грамм. 1000 метров. Номер цвета этого моточка 310. Смотрю на этот моточек и представляю небольшое озеро. Вокруг которого зеленая полянка с желтыми цветами. Можно зимой любоваться на эти моточки. Почему зимой? В любое время года. И представлять отдых, отпуск. Следующий моточек. Не обращайте внимания, что он у меня такой помятенький. Но какой был. Не я его так сминала. Такой он мне пришел. Сейчас я вам буду показывать только пряжу Rose Garden. Поэтому уже не буду обращать внимания на этикетку. Только говорить номер цвета. Цвет 312. Очень красивый. Смотрите. Я уже представляю, какая у меня будет красивая салфетка. Хотя, знаете, вот держу эти моточки. И пока даже жалко их тратить. И уже предвкушаю, какое удовольствие я буду получать от процесса вязания. Посмотрите на этот моток. Что он вам напоминает? Я сразу почему-то подумала о киви или авокадо. Какой сочный моточек. Это цвет номер 319. Везде тоже есть вот такая наклеечка. То есть можно вязать из серединки. Ну, например, если вязать какую-то футболочку. Или, как я, вяжу платки, бактусы. В основном я вяжу из серединки. Чтобы окантовка была темная. Посмотрите на этот. Что он вам напоминает? Мне напоминает песчаный пляж. Такой островочек этого пляжа. Вокруг которого лазурное море. Такие фотографии я видела в интернете. Сама своими глазами такую красоту я еще не видела. Возможно, когда-нибудь побывая на таком лазурном берегу. Ну, а пока у меня есть вот такой красивый моточек пряжи. Это номер 324. Названия здесь цвета нет. Просто номер. Какая красота. Настоящее наслаждение. Даже просто вот так держать их в руках и смотреть. А вязать, представляете? Ну, и наконец-то покажу вам последний моточек. Посмотрите на эту нежнятину. Боже мой. Какая красота. Да, я знаю, что я уже миллион раз сказала красота. Но у меня просто не хватает слов, чтобы передать все то, что я вижу. Как такое можно было придумать? И очень красивое сочетание цветов. Очень нежное. Если бы у меня дочка была маленькая, обязательно посвязала какой-нибудь сарафанчик или летняя платьица. Себе я вязать одежду не хочу. Хотя, может быть, придет и то время, когда буду вязать себе какие-нибудь футболочки, кофточки. Вот планирую связать еще к себе кардиган, но такой более теплый. Но до него я пока еще не созрела. Не хочется из них всех вязать сразу. Может быть, конечно, и не всю пряжу я извяжу, но я не ставлю перед собой такой цели. Так, а номер цвета я вам сказала, номер 311. Это настоящая цветотерапия. Услада для глаз, для рук. И, конечно, получаются очень красивые изделия. Наконец-то я вам показала всю свою пряжную красоту. Да, истратила весь свой рукодельный бюджет. Но, знаете, я совершенно не жалею. Особенно, когда ко мне пришли вот эти моточки пряжи. Вот этой пряжи Rose Garden. Была бы у меня возможность, купила бы, наверное, моточек каждого цвета. Но решила пока купить вот эти пять. Конечно, очень мне не терпится приступить к вязанию из этих моточков. Но торопиться не буду. Хочу немножко на них пока полюбоваться, повдохновляться, а уже потом что-нибудь вязать. Это все, что я хотела вам сегодня показать и поделиться своей радостью. Радостью от приобретения таких красивых ниточек. Если у вас плохое настроение и пропало вязальное вдохновение, я рекомендую вам купить хотя бы один моточек таких цветастых ниточек и повязать. Уверена, что плохое настроение быстро у вас пропадет. По крайней мере, у меня так. И вот сегодня, знаете, с утра было такое не очень какое-то радостное настроение. У нас на улице пасмурно, солнышко пропало. А потом вечером залезла в шкаф, достала новые купленные ниточки, разложила на столе, пересмотрела их снова. И все, настроение сразу же улучшилось. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. И все мои восторженные восклицания вас не сильно раздражали. Но это мои настоящие эмоции. Если вам было со мной интересно, то поддержите это видео пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, что бы вы связали из таких ниточек. А может быть, что-нибудь уже связали. Обязательно расскажите это в комментариях. Планирую в следующем видео вам показать свои процессы продвижения и некоторые готовые работы. Поэтому, чтобы не пропустить, проверьте подписку на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление. Увидимся с вами совсем скоро. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok